Здравствуйте, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на урок английского языка! Сегодня мы поговорим о повелительном и сослагательном наклонениях в английском языке. Мы вспомним, что такое наклонение и узнаем, как правильно образовывать и использовать повелительное и сослагательное наклонение. В английском языке есть четыре наклонения. Сегодня мы остановимся на повелительном и сослагательном наклонениях. Однако для начала давайте вспомним, что же такое наклонение. Определение, которое дает нам словарь, кажется достаточно запутанным. Однако не все так сложно. На самом деле наклонение показывает, как то, что мы говорим, относится к действительности. Именно это мы сегодня и обсудим. Думаю, каждому из вас хоть раз говорили фразы «Не опаздывай», «Купи хлеба», «Не шуми». Это все примеры повелительного наклонения. То есть повелительное наклонение мы будем использовать, когда хотим выразить просьбу, приказ, дать совет, сделать предложение или предостеречь человека от чего-либо. Обращаются, как правило, ко второму лицу единственного или множественного числа, то есть ты или вы. В предложениях такого типа нет подлежащего, а сказуемое потребляется в форме инфинитива без частички «to». Отрицательная форма, которая выражает запресс совершения действия, образуется с помощью вспомогательного глагола «do» и отрицательной частички «not». Чаще всего используют сокращенную форму «don't». For example, don't speak. Не разговаривайте. Don't read this anecdote. Не читайте этот анекдот. Don't do anything. Ничего не делайте. Если нам нужно обратиться к третьему лицу единственного или множественного числа, то есть он, она, они, то мы будем использовать глагол let, который очень часто переводят как «пусть». Между глаголом let и инфинитивом смыслового глагола ставят существительное в именительном падеже, например, mother, students, Mr. Brown, или личное местоимение в объектном падеже, например, him, her, it, them. Выбор существительного или местоимения зависит от того, кто должен совершать действие. For example, let him play. Пусть играет. Let them try it again. Пусть попробуют еще раз. Let father cook breakfast. Пусть папа приготовит завтрак. При обращении к первому лицу множественного числа, то есть мы, используют форму let's, то есть let us, которая переводится как «давайте» и призывает к совместному действию. Let's do it together. Давайте сделаем это вместе. Let's go to the party. Пойдемте на вечеринку. Let's hurry. Поспешим. Как видите, «давайте» может вообще опускаться в переводе. Отрицательная форма образуется с помощью частички not, которая ставится перед смысловым глаголом. Let her not do it. Пусть она этого не делает. Let's not quarrel. Давайте не будем ссориться. Еще один способ образовать отрицательную форму – это использовать don't перед глаголом let. Но тогда отрицание будет направлено на сам глагол let, который при этом будет сохранять значение «позволять», «разрешать». For example, don't let her do it. Не позволяй ей этого делать. Don't let him play here. Не разрешайте ему здесь играть. Если повелительное наклонение выражает просьбу, приказ или совет, то что же выражает сослагательное наклонение? Сослагательное наклонение или subjunctive mood выражает возможное или предполагаемое действие. Это действие, скорее всего, рассматривается не как реальное, а как ожидаемое в воображении говорящего. For example, I wish I were young again. Хотел бы я быть снова молодым. If only she were happy. Если бы только она была счастлива. Как видно из примеров, после местоимений I и she употреблен глагол were, хотя в простом прошедшем времени после них употребляется глагол was. В этом и состоит основное отличие сослагательного наклонения от изъявительного. Что касается употребления сослагательного наклонения, то оно используется в следующих случаях. Первое. При описании нереальных или воображаемых ситуаций, например, в условиях или сравнениях. Как видите, в таких предложениях мы используем союз as if, то есть словно, как будто, из-за которого в предаточном предложении мы будем ставить глагол past simple. Несмотря на то, что главное предложение может быть и в present simple, и в past simple. Он такой злой, словно ненавидит весь мир. Но если же в предаточном предложении нам встретится глагол быть, то запомните, что он всегда будет иметь форму were для любого числа и лица. Они говорили с ней так почтительно, словно она королева. Второе. При описании нереальных желаний или сожалений. Посмотрите на схему. Главное предложение состоит из подлежащего и глагола wish, то есть хотеть, желать, а подчиненное из подлежащего и смыслового глагола past simple, то есть мы хотим выразить здесь свои сожаления или желания относительно настоящего момента времени. Мы видим, что и в нереальных желаниях в подчиненном предложении может использоваться глагол to be только в форме were. And now let's do some exercises to understand the use of the imperative and the subjunctive mood better. The first task. Look at the sentences and fill the gaps with the necessary form of the verbs in the brackets. Mind the positive and the negative forms of the imperative mood. Don't be late for the meeting. Don't swim in this river. Take your coat. It may get colder. Call me later, please. Don't leave bags unattended. The second task. Put the verbs in the brackets in the necessary form of the subjunctive mood. I wish you played football. It makes people stronger. I wish I had enough money to buy iPhone 5. He wishes he were in Rome now. I wish I remembered the telephone number. We wish we were on a hike now. Итак, сегодня мы познакомились с повелителем и со слагателем наклонением в английском языке. Теперь мы знаем, когда и как их использовать. So today we forgot to know about imperative and subjunctive mood. Now we know when and how to use them correctly. Please, practice this new grammar material as much as possible. Because as you know, practice makes perfect. That is all for today. Goodbye. Goodbye.